Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, только что прозвучало Евангелие, в котором мы слышали об исцелении расслабленного человека. Когда Иисус Христос был в Капернауме, это удивительный город на Галилейском море, к нему собиралось очень много людей, людей болящих, страждущих. В то время недуги были настолько распространены, что люди не знали, что делать, и вдруг они узнают о том, что в Галилею приходит Христос. И многие не только сами приходили, но и приводили своих родных, знакомых. И вот сегодняшняя история о том, как четыре человека, друзья одного страдающего и парализованного, не умеющего и не могущего ходить человека, приносят своего друга к Иисусу Христу, но за многолюдством не могут зайти в дверь. И они разбирают часть крыши и опускают на веревках к ногам Иисуса, своего больного друга. И что происходит здесь? Христос говорит этому человеку, «Прощаются тебе грехи твои». Мы понимаем, что, видимо, болезни этого человека были по его грехам. Но стоящие здесь фарисеи, как бы удивляясь и переговаривая друг с другом, говорят, кто может прощать грехи, как только один Бог. Но Христос, видя веру этих людей, исцеляет этого страждущего человека и говорит ему, «Возьми одр твой и ходи». И он поднимается, берет вот эту постель, на котором отпустили к Иисусу Христу, этого страждущего, и выходит, и люди, удивляясь, говорят уже друг другу совсем другие слова, «Никогда мы не видели такого, что увидели сегодня. Никогда не было пред очами нашими такого чуда, чтобы человек расслабленный встал, взял свою постель и пошел в свой дом». И вот сегодня мы поговорим с вами о болезнях, о причинах и о том, как же все-таки их избежать. Нужно сказать, что христианская традиция разделяет болезни на две части, на телесные и духовные. И поэтому есть причины болезней, о которых христианская традиция говорит следующее. Первое. Причина болезней – это одна из последствий первородного греха. Мы все заражены первородных грехом. И все по изменившейся, падшей природе мы болеем и умираем. Смерть – это удел каждого человека. Бессмертных на земле нет и никогда не было. Бессмертным должен был быть Адам. Он по промыслу Божию должен быть без смерти. Но так как грех вошел в мир, он изменил природу человеческую, то человек стал смертен. Для того, чтобы зло не торжествовало в мире вечно. Другая причина – это самовредительство. Что это такое? Это греховные пристрастия и зависимости. Сколько людей болеют от самовредительства, от пьянства, от наркомании, от курения. И тот, кто говорит, что «Да, я просто курю, да не могу избавиться от этой привычки, да, понимаю, что она ударяет по бюджету, да, она заставляет меня чаще болеть, но ничего не могу с собой сделать». Это и есть самовредительство, по причине которых болеют люди. Следующая причина – это следствие отпадения от Бога и Его Церкви – утраты благодатной защиты Божьей. Страшное состояние безверия является причиной многих болезней духовного характера. Особой мерой воздействия Бога на человека еще являются болезни. Ради чего? Ради призвания Его к покаянию и переосмыслению своей жизни. Мы с вами знаем и можем вспомнить, опять же, из Евангелия. Вы помните, что на территории, которую посещал Христос, совершались не только болезни, нендуги, от которых исцелял Христос, но и всевозможные катаклизмы и землетрясения, в результате которых даже падали здания, о чем Христос и говорит. А разве вы не знаете, что башня Силуамская, под которой погибли 18 человек, они разве были грешнее многих из живущих в Иерусалиме? Но говорю вам, если не покаетесь, все так же погибнете. Итак, причина болезней, моров и всевозможных страданий людей может заключаться в греховной жизни человека. Как быть нам? нам, дорогие братья и сестры, внимательно читать Евангелие. Я скажу, что средство испытания веры это одна из форм попущения болезни человеку. Бог дает здоровье под конкретную задачу. Вот мне один епископ сказал такую замечательную фразу. Бог дает здоровье человеку под задачу. под задачу Бог дает и силу. А если мы заболеваем, то мы не должны малодушничать. Бог смотрит на нас, как мы в момент наших недугов себя поведем. Как языки, которые, если отвернулся, то со слезами, с мольбой к Богу. Для чего, Господи, дай мне здоровье, чтобы я смог ходить в дом Господень, в Твой дом, Господи, молиться Тебе и еще успеть пока живой сделать добрые дела. Поэтому дай, Господи, нам с вами не сомневаться, не паниковать, не бояться, а верить. Закончить мне хотелось бы замечательными словами из книги «Исход» Священного Писания Ветхого Завета. «И сказал Господь, если ты будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, но я, Господь, и целитель Твой». Давайте не забывать, что мы верим в Того Бога, Который дал нам с вами жизнь, дал жизнь нашим родным, любимым, близким, дорогим людям. Давайте помнить о том, что, соединяясь с Господом в Таинстве Евхаристии, выше Которого нет ничего во всей Вселенной, мы получаем силы преодолевать любые трудности и исцеляться от всевозможных больниц. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и Его Пречистой Матери да пребывает со всеми нами. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Иисус Христа